По тротуару шел и там чуть растаяло же солнце, тепло было, а в 11 было где-то так. И бетон там, как бы стяжка, но бетон. И не видно этот тонкий льда, кажется уже все, она растаяла. Я наступил, и ушел. Среди пострадавших от гололеда и Тахир Бигельгин. Травму получил он на прошлой неделе, а за медицинской помощью обратился только в четверг. И то, когда нога распухла и начала сильно болеть. У больного имеется перлом обеих лодыжек из заднего края, больше берстовой кости, с подвывхом стопы наружу. Он обратился фактически сегодня в связи с тем, что отек увеличился. Врачи говорят, если бы больной обратился сразу, таких последствий можно было бы избежать. В январе за медицинской помощью в травмопункт обратились 208 человек. Но уже в феврале этот показатель значительно вырос. С начала месяца больных, поступивших с нами с последствиями гололеда, было 260 человек. На сегодняшний день, с утра, еще 5 человек. В основном падает контингент в возрасте 25-63 года. Это рабочий контингент. Редко бывает пенсионеры и люди дошкольного, школьного возраста. По словам пострадавших, большинство травм они получили на остановках, тротуарах, во дворах домов. Если бы коммунальной службой города в общественных местах снег очистили и посыпали дорогу песком, число пострадавших было бы значительно меньше, уверены врачи. Но и гражданам нужно быть внимательными на дорогах.